Приготовьтесь к тому, что может стать сенсацией геоэкономики в 2024-2025 году, а именно к появлению децентрализованной денежной экосистемы с новым названием валюты Юнит. Получится ли у Юнита занять свое место на рынке? Убьет ли новая валюта доллар или просто подвинет его? Какие плюсы даст новая денежная система и так далее, рассмотрим в этом ролике. Начну с Саудовской Аравии. Так как недавно закончилась история с нефтедолларами. Если говорить подробнее, то летом 1974 года США уговорили саудитов торговать своей нефтью исключительно за доллары. Такой пакт с США закончился летом в 2024 году. И решение не продлевать это соглашение позволит стране торговать своими товарами в нескольких валютах, включая юани, евро и даже рубли. Никто не утверждает, что торговли в долларах не будет. Просто обязательства теперь такого нет. Вдобавок к этому, странам мирового большинства уже надоела централизованная денежно-кредитная система, которая была создана 80 лет назад в Бреттон-Вудсе. Всем уже известны недостатки этой денежной системы. Это хронический дефицит, подпитывающий безответственные военные расходы, финансовые пузыри, политизированные санкции, злоупотребление расчетной и платежной инфраструктурой, протекционизм, отсутствие справедливого судопроизводства. Эти факторы благоприятно сказались на создании абсолютно новой платежной единицы. Появляются материалы, что Международный научно-исследовательский институт проблем управления готовит децентрализованную экосистему ЮНИТ, с собственный расчетно-платежной единицей ЮНИТ, которая позволит решить проблему трансграничных платежей в условиях санкций. А как мы с вами знаем, из-за санкций в торговле страдает не только Россия, но и страны СНГ, страны БРИКС и так далее. Ведь затруднены переводы за оплату товаров и услуг, где издержки ложатся на граждан нашей страны, от которой растут все цены. Отсюда растет инфляция и так далее. Кстати, советуем посмотреть видео о том, куда вложить деньги, чтобы они не сгорели. И как оказалось, новый проект поддерживает руководство нового банка развития. То есть международная финансовая организация, созданная странами-членами БРИКС, а также деловой совет БРИКС. По мнению одного из авторов замысла ЮНИТ, новая система сможет решить главную проблему геоэкономики нашего смутного времени. Это глобальный кризис доверия. ЮНИТ предлагает надежное, быстрое и экономически эффективное решение для трансграничных платежей. Транзакционная система ЮНИТ меняет правила игры. Это новая форма международной валюты, которую можно выпускать децентрализованно, а затем признавать и регулировать на национальном уровне. Система ЮНИТ предлагает уникальное решение, позволяющее обойти узкие места в глобальной финансовой инфраструктуре. Подходит оно также для традиционных банковских операций, а также для новейших форм цифрового банкинга. ЮНИТ также поможет положить конец несправедливому ценообразованию в торговле сырьевыми товарами. Теперь будет создана справедливая и эффективная евразийская товарная биржа, на которой можно будет торговать и рассчитываться в новой валюте, которая соединяет торговые потоки и капитал. Таким образом, открывается путь к разработкам новых финансовых продуктов для прямых иностранных инвестиций. Сила концепции системы страны БРИКС ЮНИТ в том, чтобы исключить прямую зависимость от валюты других стран и предложить странам, в том числе странам глобального большинства, новую форму аполитичных финансов. Это дает огромный потенциал для установления справедливой торговли и инвестиций. Новая концепция международной валюты основана на золоте с долей в 40% и валютах стран БРИКС Плюс с долей в 60%. В чем-то оплата юнитами схожа с биткоинами, но создатели подчеркивают, что это не криптовалюта и не стейблкоин, ведь ее ценность привязана куда более материальному активу, чем время работы процессора или видеокарты, где за электричество много платить не приходится. Кстати, про вложения в криптовалюты и иностранные акции смотрите в описании к ролику. Простыми словами, юнит имеет основную цель – это наладить торговые и финансовые потоки, сохраняя их от политического давления и правил, которые могут искажаться по желанию. В итоге неизбежным последствием станет финансовый суверенитет, который всеми доступными способами не дают западные страны. В этом и заключается главная привлекательность проекта – полноценная экосистема с независимой комплементарной денежной инфраструктурой. По мнению разработчиков юнит, ее легко настроить, так как она базируется на фрактальной архитектуре, которую поддерживают простые правила. Новые узлы юнит могут создаваться как государственными, так и частными агентами в соответствии с подробным сводом правил, хранящимся в Международном научно-исследовательском институте проблем управления. Распределенный реестр обеспечивает прозрачность операций и исключает контроль над капиталом или какое-либо манипулирование обменным курсом. Таким образом, соединение будет доступно для всех открытых DEX и цифровых платформ, которыми управляют коммерческие банки и центробанки по всему миру. Это своего рода аналог блокчейн-технологий. О том, что это такое и как работает, смотрите в прошлых выпусках по ссылке. В итоге каждый сможет использовать юнит для своего бухгалтерского учета, ценообразования, расчетов, платежей, сбережений и инвестиций. Благодаря институциональным возможностям юнит, можно использовать для расчетов внутри BRICS+, а также для оплаты и ценообразования в Евразийском экономическом союзе, ЕАЭС, или в качестве резервной валюты для стран Африки к югу от Сахары. Иначе говоря, у новой системы юнит имеются все шансы стать серьезной темой обсуждения в рамках BRICS+. В конечном итоге она может быть принята уже в 2025 году. Как это будет работать на практике? Принцип работы таков. Пользователь приобретает юнит на одной из цифровых площадок, а затем платит ими за товары или услуги. Контрагент, получив юнит, выставляет их на свободные торги, где их приобретает кто-то другой для своих целей. Стоимость юнита на цифровых площадках будет определяться спросом и предложением, но при этом всем будет известна и понятна его внутренняя ценность, так как все будут видеть, сколько юнитов имитировано, сколько золота и какая валюта находится в корзине. Именно на основе этих данных легко посчитать стоимость одного юнита в золотом эквиваленте. Если в свободной продаже не будет хватать юнитов, или их стоимость на рынке будет превышать разумную, то у пользователя будет возможность имитировать юнит в одном из узлов экосистемы, что обеспечит приток ликвидности. Теперь становится ясно, почему центробанки разных стран проявляют такую активность к закупке золота. Так, за прошлый год высокий спрос на драгметал со стороны регуляторов привел к росту стоимости золота более 10%, а в январе 2024 года был увеличен суммарный объем закупок более чем в два раза по сравнению с декабрем 2023 года. Что думаете вы насчет этой валюты и новой денежной системы? Сможет ли привести к раху доллара, или она просто займет часть мировой финансовой системы? Пиши в комментариях, ставь палец вверх и подписывайся на канал. В описании под видео ты найдешь больше полезной информации.